Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». В студии работает Олег Соловьёв. О событиях нашего города не только расскажем прямо сейчас. Сегодня в выпуске. Приказано защищать. В Десногорске прошёл строевой смотр полицейских. Хочу пожелать всем нашим волонтёрам не терять своего энтузиазма. Есть место каждому. Волонтёрская конференция прошла в Десногорске. Наши мероприятия рассчитаны в первую очередь на позитив. Где поэзия, там и жизнь. Литературный салон вновь собрал поклонников пиитов. А теперь об этих и других событиях подробнее. Премия «Немалый бизнес» присуждается талантливым предпринимателям, которые ведут свою деятельность в регионах России. При этом задумки многих из них отмечаются также и на федеральном уровне. В этот раз среди призёров премия оказалась из четверо смолян. Отметил достижения представителей региона и губернатора Смоленской области Алексей Островский. На встрече с призёрами глава региона распорядился оказать предпринимателям поддержку в развитии их бизнеса. Так, например, уроженка Гагарина и основательница языковых школ Юлия Кузнецова попросила главу помочь с квалифицированными кадрами. А Дмитрий Бакланов, создатель инженерно-технического центра, попросил содействия в ремонте дороги к цехам. Губернатор выразил надежду, что смоляне продолжат развивать свои деловые проекты. Глава Десногорска оценил готовность правоохранительных органов города и их добровольных помощников. Как прошла встреча, смотрите в сюжете. В соответствии стандартам несения службы, обязательные условия эффективной работы правоохранительных органов. Личный состав полиции и активистов города собрали для прохождения строевого смотра. Сотрудников полиции проинформировали о криминогенной ситуации в городе. Руководители подразделений проверили экипировку и оснащение своих подчинённых. Владение боевыми приёмами также входит в обязательные умения защитников правопорядка. Задержание нарушителей часто сопровождается применением физической силы. Уровень подготовки и оснащения полицейских высоко оценил глава города. Стражи в порядке Десногорска в состоянии обеспечить должный уровень безопасности в городе. В совместный инструктаж мы проводим раз в квартал, чтобы наши жители города знали, что сотрудники полиции всегда находятся на страже и днём, и ночью, и готовы оказать им помощь и содействие в любых их проблемах, а также при возможности их решить. В завершении смотра были поставлены цели и задачи на ближайшее дежурство. Олег Соловьёв, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ На 45 миллиардов рублей смогли пополнить бюджет Российской Федерации смоленские налоговые органы. Это итог деятельности за 2018 год. В бюджет перечислены 31 миллиард рублей. Благодаря повышенной собираемости налогов прошлогодний показатель увеличился на 14 миллионов рублей. При этом ведомство не планирует останавливаться на достигнутом. Согласно планам на 2019 год, планируется повышение эффективности работы службы. Также будет продолжена работа по снижению налоговой задолженности региона. Наш мир находится в постоянном движении и преображении. Вместе с ним меняется и наше общество. Способность созидать и нести добро – это новые ценности современной жизни. А как эти навыки воплотить в поступках, обсудили на конференции волонтёров. Волонтёрство – наш социальный тренд. Конференция с таким названием прошла в Десногорске. Этот слоган лаконично отражает современные ценности общества, распространение культуры созидания и добрых поступков. Такая деятельность успешно меняет городскую среду. Это знают и понимают и в администрации Десногорска. Я хочу пожелать всем нашим волонтёрам не терять своего энтузиазма, а руководителям волонтёрских объединений продолжать успешно работать и принимать в свои ряды новых активных граждан нашего города. В Десногорске центрами благих идей служит волонтёрский штаб. Четыре добровольческие организации, которые входят в штаб, предлагают уникальные проекты по созданию комфортной и удобной жизни в городе. Волонтёрам ГОУ США номер один проводят акции по оказанию практической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке. Таким образом они возрождают лучшие отечественные традиции благотворительности. Помощь нуждающимся, благоустройство территории, приобщение к здоровому образу жизни – это малая часть задач, реализуемых волонтёрскими организациями. Представленные на конференции проекты формируют у горожан культуру нравственности, взаимоуважения и ответственности за себя и свою жизнь. С каждым месяцем волонтёров в Десногорске становится всё больше. 108 добровольцев города, среди которых есть и люди взрослого возраста, уверены, что в их силах сделать наш город комфортнее и приветливее. Олег Соловьёв, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Выборов мэра Смоленска не будет, по крайней мере, 1 марта точно. На повестке сессии городского совета этого дня такой задачи не значится. Определение победителя на пост нового главы города решено огласить после завершения судебного процесса по делу его предшественника. Судебные разбирательства с бывшим главой Смоленска Владимиром Саваренко продолжаются, тем самым изменив и дату появления нового мэра. Напомним, после пройденных собеседований на креслах городоначальника претендуют 4 кандидата из 11 изначально подавших документы. Уйти в бизнес решила одна из преподавателей Смоленского государственного медицинского университета. По версии следствия, успешную сдачу экзаменов на кафедре фармацевтической химии и фармакогнозии педагог оценил в 15 тысяч рублей. Услуга предлагала студентам 4 и 5 курсов за очная форма обучения, которые хотели получить удовлетворительную оценку без проверки знаний. 28 эпизодов преступления попадают под статью о получении взяток должностным лицом. Уголовное дело по данным эпизодам завершено и направлено в суд. В ходе заседания коллегии Департамента по здравоохранению губернатор Алексей Островский поручил создать комиссию по соблюдению медицинской этики. «Невнимательное отношение персонала к пациентам начинается уже с регистратуры и приемных отделений стационаров. Люди, сталкиваясь с пренебрежением или даже хамством со стороны медицинских работников, начинают негативно оценивать систему здравоохранения в целом. Данная проблема, к сожалению, касается и Смоленской области», — пояснил глава региона. Планируется, что комиссия по этике будет рассматривать жалобы пациентов и принимать соответствующие меры. 27 февраля в Центральной библиотеке встретились любители поэзии. Творчество каких авторов их объединило? Узнаете из нашего следующего сюжета. Ритм современной жизни порой ширмой отделяет нас от истинных ценностей. Важность творчества и созидания для большинства остается на обочине будничной суеты. Тем не менее, почитатели литературного и музыкального творчества продолжают культивировать в себе любовь к поэзии и нести ее людям. Для таких людей организовали литературно-музыкальный салон в Десногорске. Очередная встреча состоялась в читальном зале Центральной библиотеки города. Декламация стихов собственного сочинения в исполнении их авторов перемежалась известными произведениями, которые зачитали поклонники творчества поэтов. Музыкальные произведения посвятили знаковым фигурам авторской песни и эстрады, таким как Булату Акуджави и Алле Пугачевой. Творчеству Михаила Глинки посвятили выступления на фортепианной скрипке. Подобные вечера радуют как зрителей, так и участников. Мы все воодушевились, я узнал некоторые факты из жизни знаменитых людей. Вообще это очень здорово. Мы развиваемся, жизнь не стоит на месте. Темы любви, войны, отношения между людьми еще раз показали все разнообразие мира поэзии и музыки. Наши мероприятия рассчитаны в первую очередь на позитив. Поэтому мы всегда рады видеть наших горожан в нашем зале, на наших вечерах. На таких вечерах всегда рады новым участникам и тем, для кого поэзия – не просто слово. С 1 по 3 марта состоится 39-й традиционный лыжный марафон 100 километров за 24 часа. Регистрация участников пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» 1 марта с 19 часов до 21.00. Приглашаются все любители этого вида спорта. Также на этих выходных пройдут последние игры первенства Центрального федерального округа среди мужских команд. На баскетбольном паркете встречаются команда «Динамо-Росэнергатом» САЭС и баскетбольный клуб «Брянск». И о погоде на 1 марта. В первый весенний день пройдет снег. Температура днем плюс 2, ночью до минус 4.00. На сегодня выпуск завершен. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт – desnadefiz.ru. С вами был Олег Соловьев. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!